Итак, всем привет еще раз, и это будет вторая часть моих любимых ароматов. Ссылку на первую можно посмотреть внизу. Кстати, забыла вам сказать, что еще недавно я вообще терпеть не могла духи. Думала, что только маньяки постоянно пользуются всякими парфюмками. И, кстати, снимала видео, где у меня в коллекции буквально было два аромата. Если хотите посмотреть, как я пренебрежительно об этом всем называлась, то ссылку тоже оставлю внизу. Итак, двигаемся к моим фаворитам. Значит, первый среди лучших это вот такой вот аромат, белый кристалл, он не кристалл, а от Булгари. Это у меня версия уменьшенная. Здесь, по-моему, 25 мл, в отличие, по-моему, от 45 обычных, которые уже в виде двух звеньев цепленных. В общем-то, аромат очень-очень классный. Он водно-цветочный, по-моему. Но здесь есть и какая-то маленькая такая нотка фруктов, очень-очень уточенная. И, в принципе, в пирамидке она есть, честно говоря, не помню, что это фрукт. Мне нравится, что в отличие от бежевого кристалла, этот не приторно-ванильный и не кондитерский. То есть, абсолютно такой нежный, вкусный запах букет цветов с легкой-легкой кислинкой. Я вообще даже думала, что в состав входят цитрусы какие-то такие, причем бергамот или что-то такое, очень-очень разбавленные. Но, в общем-то, их там нет. Тоже безумно нравится. Я, честно говоря, думала, что он не стойкий, но к вечеру обнаружилось, что он, оказывается, еще на мне ощущается. И тоже многие его отмечают, что он очень вкусный, даже когда после нанесения, в принципе, прошел целый день. Могу отметить, тем, кто не любит приторные, там, восточные какие-то ароматы со специями, такой тоже классный, вот, ненавязчивый запах. Но у него есть и как бы такая изюминка своя, не знаю, цельная композиция, очень круто улучшает и дополняет любой образ. Так, следующая штука – это Шанс. В общем, тендер-версия. Такая розовая водичка, по-моему. Сейчас покажу. Значит, я его купила в тоске по Дейзи, потому что Дейзи не могла найти. И на фрагрантике я прочитала, что Дейзи и вот эта версия Шанельки, они между собой очень похожи. На самом деле верхние ноты реально похожи, но в отличие от Дейзи, это гораздо более нежно и сбалансировано. То есть это такой женственный гармоничный аромат. А в Дейзи такие всплески какие-то есть, немножко бунтарские. То есть там какие-то нотки более такие терпкие, где-то там деревяшки. Ну, на мне, во всяком случае, где-то, ну вот в начале, да, какой-то такой бунт небольшой. Потом это все уравнивается, получается очень такая безумная нежность. Тут эта нежность с самого начала. И мне кажется, этот аромат чуть более слаще. Так, слаще, правильно? В общем, немного более сладкий. Вот. И что еще? Что еще? Он изначально очень такой спокойный, похож на штиль. То есть нежный, обволакивающий, такой женственный. И, в общем-то, здесь, по-моему, айва в составе есть. И такие фрукты, легкие-легкие цветочки. Вот. Ну, как-то так, да. Что в последнее время я тут ощущаю немного тоже пудры. Пудра меня стала раздражать. Короче, я им не очень часто пользуюсь. Но, опять-таки, даже когда им два раза буквально-таки воспользоваться, я выхожу из кабинета, захожу. Да, уже там полдня прошло, я чувствую аромат этих духов. Даже после моего удаления он остается в кабинете. Вот такой вот интересный, в общем, аромат. Тоже многим нравится. Он, конечно, очень качественный. Такой вот абсолютно не взрослый, в отличие от других таких терпких шанелек. Чисто женский, без намека на мужские парфюмы, там, одеколоны. Тоже такой безумно женственный. Ну, вот. Так, следующая моя фаворитка. Это Fairy City Lights от Ariflame. Сама не знала, что я в эту туалетную водичку так улюблюсь. Блин, у меня что-то аж камера сбрендила. Короче, не фокусирует. Не знала, что с ней прием. В общем-то, сама... Ой, она как-то на окне, короче, фокусирует. Ну, вот, слава... В общем, ладно. Итак, чем же она мне нравится? Когда я ее попробовала, у меня было столько ощущений, что я где-то уже это нюхала. И я не могла вспомнить, где. Причем, многие написали, что она похожа на Нину Ричи. Но, вы знаете, я... У меня была вот такая минька Нины Ричи, которую мне привезли из Duty Free. Сейчас вам покажу. И я даже не знаю, что это за версия. Тут нигде не написано. В отличие от классической Нины, она непрозрачная и такая темно-бордовая. Я думала, может, это эликсиры, либо парфюмерная вода, а не туалетная. Потому что очень мне аромат нравился. Я пошла его искать в наших летуалях. И, блин, вот я не верю в теорию мирового заговора и в то, что в наших сетевых магазинах продаются подделки. Более того, на фрагрантике за такие домыслы начинают бить по голове. Прямо-таки близлежащим предметом. И это вообще очень сильная теория критикуется. Более того, на фрагрантике сидят откровенные парфюмерные маньяки, у которых в коллекции по несколько сотен, в том числе, там, селективных ароматов. И при этом они над этой версией ржут. То есть они говорят, что только всякие не очень умные люди, либо люди, которые крайне компетентны, утверждают, что везде там у нас в России подделки продаются. Более того, нет ни одного доказанного случая, когда реально там поймали какой-то фальсификат. И поэтому считается, что это бред. И я поэтому после того, как прочитала, думаю, ну все, я не самая умная. Ну точно не может там с подделки продаваться. Но вот я не знаю, как это объяснить, если у вас есть какая-то теория. Короче, вот эта парфюмка из Дьюти Фри Парижа, она на мне просто офигенно пахнет. Она, кстати, не отдельно продавалась, а в наборе миник от Нины Ричи. И она вот действительно очень сильно похожа на Ферри Сити Лайт. Но когда я пошла в Литуаль, там, где я только не тестила обычную Нину Ричи, тестила эликсир, парфюмерную воду. Блин, ну такая вонючка на мне. Вот я не вру, я даже не могла ей дышать, я ходила смывала. То есть сам аромат вроде бы неплохой, но на мне он превращается в перец. Он очень острый. У меня ощущение, что я себе руку замариновала. Буквально какой-то, знаете, соевым соусом сейчас пойду жарить мясо. То есть абсолютно не комфотный запах, только острый, резкий. Даже вот я не удерживала, мне пришлось идти досрочно посещать дамскую комнату и выдавливать там из автомата жидким мылом, короче, эту жижу и натирать себе руку, потому что невозможно было просто ее обонять. Мне настолько это все дело воняло. В отличие, допустим, от вот этого манюнки из Ютифри, которая просто божественно на мне пахнет. Я не знаю, чем это объяснить, но вот я реально вообще не могу на себе терпеть нену речи, которая продается, поэтому я даже не знаю, как бы, как, как. Если у вас есть здравые мысли на этот счет, почему такое может быть, пожалуйста, напишите. И я сегодня, кстати, тоже прошвырнулась по магазинам, так уж вышла, и поняла, что вот эта вещь мне нену речи совершенно не напоминает, разве что вот эту версию. Она напоминает, допустим, Кошерель Амор Амор, с одной стороны, потом Диора Дикт Делис, с другой стороны. То есть что-то вот такое фруктовое, аромат праздника, какой-то вообще искрометный, очень сочный запах. Я, кстати, после того, как я его открыла, я неделю безвылазно пользуюсь. То есть я забросила все свои парфюмки. Вот видите, здесь уже не так много остаток, ну, как бы, достаточно много выпрослого. Она стойкая, я ее на себе чувствую даже вечером. Это вот реально аромат сочных ягод, не знаю, там, смородины, вишни, шмалины. Все вот так вот замиксовано, хотя этого всего в парамиде нет. Но он очень классный, и как бы в базе очень приятно не сильно сладко в ваниль. То есть вообще аромат, после которого реально повышается настроение, ощущение, что все налаживается, вот такая сладость какая-то в душе. Он, в общем, очень классный, теплый, безумно мне нравится. Что еще мне нравится в нем? Что он не тяжелый, в отличие от многих компотов, которые давят в чрезмерной концентрации. Хочется пойти просто подышать свежим воздухом. Тут такого нет, он очень долго держится. Ну, не знаю, вот не знаю, даже к чему прицепиться. Может, только дизайн можно было по наворочению сделать. Так вот, даже ваниль, как она безумно вкусно здесь звучит. Кстати, хотела... Ой, а сейчас, если я не упаду, чтобы вам показать. У меня есть вот такой вот пробник в ваниль и нарцисс. Нарцисс и ваниль от L'Occitane. Кажется, так читается. В общем-то, я после этого аромата влюбилась в ваниль. И вот ваниль, как она звучит здесь, очень-очень натурально, не приторно, не по-кондитерски вообще обволакивающее. Вот ощущение просто домашнего отпуска зимнего, вот когда я вдыхаю, что это ваниль. Она вот, на мой взгляд, очень похожа на ваниль, который здесь есть. И они в базе, очень вкусно пахнут ванилью, оба как бы очень похожи друг на друга. Но L'Occitane ломит безумную цену, что больше трех тысяч за свою туалетку. Мне кажется, это просто жирно, как-то учитывая, что у меня нет скидки. Короче, я свою жабу задавила и осталась без нарцисса и ваниля. Вот, так, что там следующее? Следующее, в общем, это входит водичка в тройку моих фаворитов. Значит, ну, на втором и первом месте я даже не знала, как разделить. У меня две любимые туалетные воды. Воды. Ну, в общем, начну с Versace Bright Crystal. Вот такая. Это тоже первая, единственная туалетная вода. После того, как я ее потестила в магазине, у меня, помню, участился пульс. Реально, я не думала, что такое может быть. Вот, я только об этом мечтала. Думаю, ну, когда? У меня уже сердце будет стучать. Как я влюблюсь там. Ну, в общем, я зашла и просто уже меня перенюхала там все магазины. У меня уже нос не работал. И тут уже так, чисто взглянув на охранника, с чувством безнадеги, думаю, дай-ка обшикну себе, что это за штука. Вот, побрызгала, и я прям прозрела. У меня вообще сразу адреналин, глаза раскрылись. Я проснулась и думаю, вау, какая штука. В общем, я с первых нот полюбила эту туалетную воду. И сразу же, естественно, ломанулась. В общем, купила ее и очень долгое время тоже пользовалась ей безвылазно. То есть, для меня это абсолютно универсальный аромат цветов. Он очень похож, кстати, на Dior Addict 2, судя, опять-таки, по сайту Фрагрантика. И там вроде содержится пион, по-моему, да. Но здесь вот тоже что-то такие цветы. Пион там плюс сочность фруктов, плюс отсутствие сахара, всякого востока, деревяшек. Все очень-очень сбалансировано, по-девичьи. Такая вообще безумная вкусняшка, блин. Я вот настолько радуюсь, когда я на себе его ощущаю, мне сразу появляется впечатление такое, как будто я не одна. Да, даже если я вообще одна дневненка в пустыне, если я их на себе чувствую, у меня сразу такое, как бы идет мысль, блин, да у меня тут поддержка, да, у меня крыша. В первую очередь, они едут, крыша, в смысле, присутствует. То есть вот ощущение поддержки, присутствия рядом со мной, плеча, на которое я могу опереться, ну какие-то такие впечатления совершенно невероятные. Когда я его ощущаю, у меня сразу прилив уверенности в себе, вот что-то вообще непонятное. Обожаю ее, она мне не раздражает, и я могу, принципе, круглосуточно с ней находиться. Совершенно не хочется пойти там что-то сменить, умыться. Она мне не мешает даже есть. То есть я могу чувствовать запах еды и запах этого аромата. Они, как бы, очень органично на меня садятся. И, в общем, такая офигенная вкусняшка. Единственное, что он узнаваем. То есть вот эта нота очень-очень сильно я ее ощущаю на других. И я уже как бы, а, у тебя такие духи, и, как бы, я ни разу не промахивалась, достаточно часто это встречаю. И последняя, это моя новиночка, моя любовь, я ее ждала всю жизнь, буквально. Это моя первая Дейзи, версия SoFresh. Вот так она выглядит. Конечно, оформление просто, она высоте, мне ее прислала Оксаночка. Оксаночке, спасибо большое. Потому что я бы, ну, честно говоря, 100 литров, я бы точно не разорилась, не купила. И я сначала, вообще-то, была влюблена в обычную версию, как она называется, Дейзи мод. Так, но после того, как у меня появилась вот эта, я поняла, что это вообще тоже на первом месте, наравне с классической версией, которой у меня пока нет. Так вот, в отличие от классической версии, там есть, что там, что там есть, земляника и листья фиалки. Тут малина и цветы фиалки. Так вот, я сначала думаю, что за бред, какая тут фиалка. Но я после того, как стала именно духарить шею, допустим, и когда аромат разветривается и доходит до базы, вот сегодня я целый день ощущала на себе аромат метеоритов от Герлен. Как известно, этот аромат, ну, в центре там фиалка. Так вот, реально фиалка появляется. Я вначале ее не чувствую совершенно, но потом она очень-очень четко звучит. Причем, в отличие от тех же герленовских метеоритов, она звучит не так пудрово, практически вообще без пудрово, не сладко, но так вкусно. И мне кажется, вот она смешивается с фруктами, там, теми же малинами, там, ягодами. Я еще чувствую ромашку во всех версиях. То есть вот такая вот горчинка аромашечная, тоже как-то очень органично все это сочетается. И обожаю тоже на себе ее ощущать. Не знаю. Ой, сейчас, блин, кажется, резину нюхнула. Вот это вот. Думаю, что с собой. Вот, ну, короче, вообще офигенная вкусняшка. Я сегодня целый день ходила, сама от себя тащилась. В общем, всем советую. Опять-таки, обязательно туалетной водичкой пользуйте на себя. Потому что я одно время очень много раз промахнулась, когда на баттере, в общем, на эту бумагу там шикала. Ходила, думаю, вау, какая гармония у нас. Потом на теле все это дело совершенно иначе звучит. Так вот, вроде я все сказала, что хотела. В общем, пожалуй, на первом месте для меня на сегодняшний день это вот эти две туалетные водички. В принципе, обе я даже, когда по очереди использую, то они взаимозаменяемые. И абсолютно мне не мешают. Обе очень-очень крутые. Вот и все, что я хотела рассказать. Если вдруг у меня случится пополнение моей парфюмерной коллекции, я вам обязательно про нее расскажу. Оставляйте ваши комментарии. Может быть, вам кажется, что вы можете мне посоветовать какую-то туалетную воду. И, так скажем, зарезюмирую, что я не люблю это. Не люблю восточные какие-то ноты. Вот это вот амбру там, тягость какую-то, знаете, дегтя. То есть что-то такое вот тягучее, из специй состоящие. Я не люблю мужские какие-то ноты, чересчур деревашковые или фужерные. В общем, что-то такое слишком терпкое. Очень-очень сладкие, не люблю. И пудровые. Вот. Ну, в общем, если у вас есть какие-то идеи, с удовольствием почитаю. Может, каким-то присмотрю. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. И пока.